Привет, красотка! И сегодняшнее видео немножечко нетипично для 2019 года. Реально сейчас будет такая проверочка на возраст, потому что если вы помните YouTube, в 2015, наверное, году была у нас на YouTube очень популярная такая рубрика «Фавориты». Фавориты за определенный месяц или время года. И совсем недавно я вспомнила о том, что такая рубрика существовала, о том, что это достаточно прикольная вообще тема, интересная, полезная. И мне захотелось ее возобновить. Не сказать, что у меня на канале была прям такая рубрика. В подобных видео я буду вам рассказывать о моих самых любимых продуктах, вещах, либо фильмах, может быть, которые я смотрела. В общем, все мои самые любимчики из разных отраслей моей жизни. Но, как мне кажется, это очень классная идея, чтобы делиться с вами вот прям концентратом того, чем я интересовалась, чем я пользовалась, что у меня было из любимчиков за последние, скажем, месяца три. Вот сегодня у меня будут весенние фавориты. Возможно, вы откроете для себя какие-то новые интересные вещи, продукты, книги. На самом деле, классная рубрика была, почему ее забросили. Поехали! И так как я все-таки бьюси-блогер, начнем с бьюти-штучек. И здесь, на самом деле, нечем особо хвастаться. Я расскажу, как было у меня, честно. Вот то, что вы видите сейчас на экране, да, оранжевые тени, синие стрелки. В принципе, макияж на лице для меня этой весной абсолютно не характерно. Это я села снимать видосики, подумала, ну, Саша, давай уже что-нибудь мы сделаем оригинально. Там все-таки лето, весна, давай кофточку поярче наденем. Я не знаю, что произошло со мной этой весной, мне максимально захотелось минимально косметики, если можно так сказать. Может быть, это еще как-то связано с беременностью, потому что мне кажется, что косметику моя кожа немного отторгает. Именно вот сейчас. То есть, неважно, чем я пользовалась, это могло быть новое средство, могло быть проверенное средство. В особенности это связано было с тональниками и тем, что я наношу прямо на кожу, будто бы средство просто не держалось. Вы сейчас, может быть, не сильно-то это видите, но если я смотрю на свою кожу близко в зеркале, я вижу, как поры, они не воспринимают, будто косметику. Знаете, будто есть отдельно мои поры и отдельно тональник. Поэтому я как-то забросила это дело и максимум красила брови. Вы знаете, что у меня проблема с бровями, особенно вот с этой частью, особенно с этим кончиком. После ламинирования бровей половина брови у меня отпала, поэтому я их прокрашиваю и из редко ресниц. Все, бьюти-блогер. Как хорошо, что у меня есть для кого снимать, есть вообще куда выходить в свет, чтобы хоть иногда экспериментировать и что-то все-таки на себя наносить. Потому что, если бы не моя блогерская деятельность, я бы реально вот этот столик оставила просто в пыли. Это грустная печаль. Но в те редкие моменты, когда я красилась, собственно, это было на видео, на фото, мы куда-то там с Денисом ходили, например. Я очень часто, каждый раз, собственно, использовала вот эту палетку от Too Faced. Называется она White Peach. Поэтому я могу сказать, что это реально был мой must-have, потому что я ею наносила макияж всегда. Во-первых, я должна сказать, что она невероятно вкусно пахнет. Она действительно пахнет персиком. Если вы нанесете эти тени на свое лицо, на свои веки, вы будете пахнуть персиком. Это очень вкусно. Я вам просто даже рекомендую, знаете, где-нибудь в Золотом Яблоке или в Ревгоше, не знаю, где они продаются, попробовать и нанести на себя, потому что это очень прикольно. Во-вторых, здесь очень классные весенние оттенки, в то же время базовые, но есть и вот такой яркий, например, оранжевый, как сегодня я использовала для видео. Или розовый, что сейчас очень даже в тренде. Есть очень красивые шиммерные оттенки. Из уходовых средств у меня ничего нового не было. Уходовыми средствами, слава богу, я не перестала пользоваться. Это, конечно, неотъемлемая часть моей жизни. Но все, чем я сейчас пользуюсь, я вам уже показывала. Это система от Clinique. Очень удобно то, что два в одном средства и не нужно много бутылечков иметь. Такой же тоник от La Roche-Posay, который и был. Так что да, вот такой вот я бьюти-блогер с одним декоративным мастхэвом за всю весну. Зато в пункте еда у меня, знаете, целых пять пунктов. Кстати, насчет беременности, многие, кто спрашивают, никаких у меня не было пристрастий и нет до сих пор. Не было ни желания есть там селедку с мармеладом, мороженое с мелом. В основном я придерживаюсь правильного питания. И очень сильно сейчас весной я налегла на зелень. На все зеленое. На зеленые овощи, зеленые салаты, зеленые смузи. Помните, у меня в инстаграме была даже неделя о зеленых смузи. Не знаю, у меня прям потянуло организм на это. Да и более того, это очень полезно. Но просто сейчас овощи становятся еще и хотя бы нормальными. То есть, если я их зимой ела и понимала, что в них мало на самом деле той пользы, которая могла бы быть, когда там, знаете, помидор прямо солнцем пронизан, да, и помидор летом, помидор зимой, это вообще два разных продукта, два разных овоща. То сейчас как раз-таки, когда все вот расцветает, хочется побольше есть салатиков, хочется побольше есть фруктов, овощей. Поэтому я на это очень сильно налегаю. Также мой любимчик пекан. Это мой любимый орех. Я вообще обожаю, когда на кухне, на столе в качестве перекусов лежит полезная еда, которая действительно тебя мотивирует. И как бы подсознательно ты даже не выбираешь, что ты ешь, чтобы перекусить. Но в итоге-то это получается полезный перекус. И я вам недавно буквально показывала в видео про мой холодильник, что на столе у нас лежат сухофрукты, фрукты, орехи. И нет никаких печенек, вафелек, которые будут тебя заставлять выбирать между вафелькой, там, например, и яблоком. И ты будешь брать что быстрее, что подсознательно сейчас вкуснее. А у нас просто выбора такого нет, поэтому... Также я нашла, наконец-то, вкусные хлебцы. Точнее, нашла их моя подруга, которая пришла ко мне в гости и принесла их с собой. И до этого нам попадались какие-то все хлебцы. Знаете, они, конечно, полезные, они, конечно, классные, лучше, чем хлеб, полезнее, чем хлеб. Но они были невкусные. А эти впервые оказались для меня лично вкусными. Я вам их посоветую. Финкрисп вроде называется, но я вам покажу. Вставлю сюда вставочку. И еще один пункт, на который я напала этой весной. Можно сказать, это перекус. Можно сказать, ближе к завтраку такая пища. Термостатный йогурт. Я уже давным-давно, не знаю, сколько лет, не ем вот эти всякие йогурты Чудо, Эрмигурт. Да вообще большинство йогуртов, которые идут с какими-то добавками вкусовыми, якобы яблочки там порезанные. Хотите, открою секрет. В большинстве йогуртов вот эти вот вкусовые добавки, это кабачки с ароматизаторами. То есть там нет, например, яблок или какой-нибудь папайи. Я не могу, конечно, быть уверенной и говорить за все йогурты, но я знаю, что такое практикуется и так удешевляют, так сказать, состав. И раньше я не понимала, зачем продаются вот эти вот обычные белые йогурты, типа в чем в них вообще прикол. И вот пока я не разобралась, в чем польза термостатного йогурта, я не понимала. А потом я попробовала один термостатный йогурт, который, кстати говоря, при желании можно добавить и виноград, и яблоки, только настоящие яблоки дома порезанные, и банан. И смешать его с мюслими, например, и сделать дома таким образом гранолу на завтрак. Это безумно вкусно. Я не помню, с чего я начала предложение, но, короче говоря, я попробовала такие термостатные йогурты, и теперь мы на них подсели. У нас стенка холодильника всегда занята пятью-десятью вот этими баночками. Они быстро выходят из срока годности, но мы их успеваем быстренько съесть. Следующий раздел, который я выделила, это одежда. И девочки с одеждой для беременных дела плохи в нашей стране или в моем городе. Ну нет, на самом деле я искала и в интернет-магазинах. Это просто пустая ниша для бизнеса девочки, мальчики, кто-нибудь. Начинаете делать нормальную одежду для беременных. Потому что такое ощущение, что девушка, женщина, как только становится беременной, она что, не хочет красиво одеваться? В общем, что я делала? Я закупалась в обычных магазинах, просто брала одежду на размер на два, иногда на три, побольше. Вы сейчас будете, наверное, смеяться, но одни штаны я порезала. Вот я прям взяла их и порезала. Но мне они очень нравились, я понимала, что я их могу либо носить сейчас, еще как бы полгода, например, либо они будут у меня просто лежать. И мне нечего будет носить, потому что особенно, особенная проблема с одеждой для беременных это низ. Их просто нет. Нет красивых джинсов, нет белых штанов, которые подходят на размер твоего живота. Есть какие-то леггинсы, спасибо большое хотя бы на этом, и спортивные штанишки. Я искала много где, поверьте. Так вот, мне пришлось однажды просто взять мои любимые штаны и порезать их в том месте, где резинка для живота вот спереди. И получается, сзади резинка осталась таким образом, что надержались все-таки на поясе. Это так странно рассказывать. Но и для живота мне места хватало. Никто не знал, никто не видел. Конечно же, я сверху надевала свитер там или кофту. С верхом, конечно, проблем намного меньше, потому что моя беременность вообще выпала большинство времени на холодное время года. То есть это всякие свитера, водолазки, большие какие-то объемные вещи. И с этим проблем особо не было. Но я поняла, для себя выявила, что самая удобная одежда для беременных это платье, которое можно подчеркнуть сверху пояском и мило выделить животик. И с другой стороны, вам будет удобно, комфортно, ничего не будет пережимать. Также, конечно, у меня особенный пункт с обувью, потому что обувь на шнуровке, на завязочках, на шнурках и беременность это несовместимые вещи. Поэтому с зимними ботинками мне помогал Денис всегда шнуровать. А с кроссовками я сделала так, что шнурки изначально завязаны, они спрятаны, и я просто помогала себе каждый раз надевать ложечкой. То есть я вообще не расшнуровывала, не зашнуровывала, ничего. Почему я говорю в прошлом времени? Как будто я сейчас уже родила, и сейчас я так не делаю. Я делаю так по сей день. И что еще из особенностей в стиле, это, наверное, не одежда именно, а просто стиль, это украшения, которые сейчас я активно привнесла в свой стиль, в свои образы. И стараюсь дополнять какую-то обычную, допустим, одежду или классическую одежду, вообще любую одежду, интересными украшениями, аксессуарами, крупными сережками. Ну, сегодня это, конечно, исключение, у меня просто оранжевые гвоздики, но зачастую вы можете меня даже видеть в инстаграме, у меня постоянно какие-то необычные украшения. Мне кажется, это очень дополняет образ. Следующий пункт, который я выделила, это книги. Скажу честно, тут, наверное, информация будет не очень многим интересна, потому что, если я вам перечислю, что лично я действительно прочитала за эту весну, то это будет примерно такой списочек. Исцеляющие роды. Тайная опора. После трех уже поздно. Самая важная книга для родителей. Ваш малыш неделя за неделей. В ожидании малыша. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников. И этот список еще пополняется. Сегодня я начала новую книгу. Лейфхаки для селф-мамы. Вроде что-то такое. То есть, вы понимаете, в какую сторону, конечно же, сейчас направлены мои мозги. И мне это все безумно сейчас интересно читать. Я в эту тему погружаюсь очень глубоко. То есть, не просто в формате я беременна, потом как-нибудь я там рожу и как-нибудь воспитаю ребенка. Нет. Я действительно погрузилась в эту тему со всей головой. Но я не буду делать из этого свой блог. Не буду сейчас вам рассказывать, о чем эти книги. Потому что я понимаю, что большинству это вообще неинтересно. Но кто-то все-таки у меня спрашивал, какие книги я советую читать во время беременности и для воспитания детей. Так что для вас этот списочек будет полезен. На всякий случай я оставлю еще в инфобоксе книги, которые я прям безумно-безумно рекомендую. Но для большинства моей аудитории я скажу книги, которые я прочитала последними. Но это было не весной, это было зимой. Но которые очень рекомендую просто всем. Большинству эти книги подойдут. Они не про роды, они не про детей, не про беременность. Это две книги. Одна по саморазвитию, по психологии под названием «Подсознание может все» Джона Кеха. Скорее всего, многие уже слышали об этой книге. Она безумно классная. Книга про силу подсознания, собственно, как и говорит название этой книги. Знаете, для тех, кто уже достаточно много прочитал книг по мотивации. И вот в основном бывает, что мусолят, ну, примерно одно и то же. И вот эта книжка на пару дней, знаете, такая, ну, не эта, а в основном бывают такие. Не книга, а чтиво какое-то. И вот эта книга, это с точностью да наоборот. Здесь действительно вот прям концентрат полезной информации. Мне безумно она понравилась. Я ее прослушала два раза и прочитала затем один раз. Потому что, ну, прям вот ничего лишнего. Книга по саморазвитию, вы очень часто меня спрашиваете, что я посоветовала бы почитать. А также вторая книга, которая подойдет. Не то, что подойдет, она будет полезна каждой девочке, девушке, женщине. В любой просто момент времени, жизни будет безумно полезна эта информация. Это Наталья Зубарева «Вальс гормонов». Невероятная книга, информацию, которую действительно нам должны просто давать в школе, которую мы должны все знать, потому что это наше здоровье, потому что это наша жизнь. Вот это именно тот самый вклад в себя, который окупается 3000 раз. Я сначала слушала аудиокнигу, но там есть несколько моментов, табличные данные, такие, которые не очень удобно, не очень комфортно воспринимать на слух. Поэтому я бы все-таки посоветовала, наверное, печатную книгу, я тоже оставлю в инфобоксе. Также я выделила такой пункт, как музыка. У меня очень интересный вкус, я слушаю и Миладзе, и Эминемо. Этой весной я слушала очень часто классику и джаз, потому что это полезно для малышки. То, что я... О май гад, упала та палетка, которую я вам посоветовала. Будет обидно, знаете, если единственное, что я вам посоветовала, единственный мой мастхефер только что разбился. Ну что ж, красотки, вот и видео подошло к концу. Расскажите мне свои впечатления, пожалуйста. Напишите в комментариях, как вам такое видео. Интересно ли послушать вот такие мои новости, какие-то любимчики, фавориты из разных областей. И скажите, какую область, может быть, было бы еще интересно добавить. И я могла бы делать такие видео, ну, хотя бы раз в сезон. Приглашаю вас в Инстаграм. Там я наиболее активна, конечно, чем на Ютубе, потому что это намного быстрее и проще выкладывать посты и истории, чем пилить целое видео, потом его монтировать и выставлять. Так что подписывайтесь, если хотите больше следить за моей жизнью. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще, красотки. Пока.